МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Любовь. Я все еще верю в сказки. На эту программу я пришла найти своего принца. А в этом мне помогут моя лучшая подруга Карина и ее мама Галина. Любовь. 20 лет. Когда возлюбленный бросил ее истекающую кровью после аварии на карте, а сам пошел кататься с друзьями, она поняла, что он не герой ее романа. Любовь-студентка, учится на экономистах. Состоит волонтерской организации и помогает детям-сиротам. Танцует хип-хоп, много путешествует и коллекционирует кружки из разных стран мира. Мечтает побывать на острове Бора-Бора. Предупреждает, что очень любит кошек. Любовь хочет, чтобы ее будущий избранник был жизнерадостным и искренним парнем не старше 30 лет. Он обязательно должен ее любить и уважать, а также иногда выполнять ее маленькие женские капризы. Здравствуйте. Пришла подпластить вашу жизнь, это вам. Спасибо большое. Наши маленькие женские капризы. Спасибо большое. Спасибо вам. Показывай. У Розы аж руки трясутся. Напоминаю, самая известная татарская диета. Есть сладкого много и часто. Цвет глаз и платье прям подобраны очень принцессами. Голубоглазка. Любочка, дорогая, вы просто в образе феи. Представьте себе, мне кажется, вам не хватает только вот палочки волшебной. Да? Вот она у вас есть в руках. Три желания. Хочу мужчину найти себе достойного, развить себя в карьере. И, наверное, хочу семью и детишек. Это раз. Слушай, ну красиво я прям, я вообще не могу. Что все-таки случилось тут за полученный день? Что за авария? Как могло так случиться, что он вас бросил? Мы поехали кататься на картинге с его ребятами, которые приехали из Белгорода к нему в гости. Вот. Я каталась очень медленно, и мне все кричали, давай быстрее, давай быстрее. Ну, я разогналась, и у меня нога под педали тормоза ушла, ну, я врезалась в бордюр. Врезалась так, что как бы повредила себе ногу, растянула связки, обливалась кровью, мне было очень плохо. Подбежал инструктор, ну, взял меня на руки, отнес в кабинет, мне там обработали все, сделали. А молодой человек сказал, ну ладно, сейчас я еще пару кружочков прокачусь с друзьями и вернусь. Естественно, мне было обидно. И я позвонила своей лучшей подружке, вот, и бабушке, да, и как бы пожаловалась. А почему бабушке, а не родителям? Потому что бабушка меня воспитала, с трех лет я живу с ней. К сожалению, мой папа умер, а мама нашла себе другого мужчину, и в мою жизнь она не лезет никак. Мне кажется, она занижает свою самооценку немного, вам не кажется? Не, ну, видно, что она не высокомерная, она скромная очень. Нет братьев, сестер? Нет, никого, я одна. А с учимом отношения плохие, да? Да, плохие. Нам с бабушкой он очень не нравится, потому что он поднимает руку на маму, он ее сбивает. Какой ужас. А мама ради чего терпит? Уехать некуда? Не знаю, она у меня не работает, вот, и как бы живет с ним, он обеспечивает. А где живете? Где они живут? Они в поселке Селятино, там жидия. Красивая корона у меня на голове, которая немножко не в соответствии, без нее было бы ищет. Дорогая моя, это была ваша единственная история, да? Ну, это была единственная моя, скажем так, большая любовь. А он потом не пытался оправдаться вот в больнице? Нет, вначале он считал, что так и надо, что ничего страшного, но спустя какое-то время, естественно, он осознал, извинялся, но меня стало в нем все раздражать, все поступки, рассеянность, то не так, это не так. Я не могла забыть этот поступок, когда мне было очень плохо, когда он на меня кричал плохими словами, почему я жалуюсь своей бабушке, почему я жалуюсь лучшей подруге. Скажи, по кочану, потому что у меня нет заступника в виде тебя, вот со мной случилось такое несчастье, ты мне не помог, а я кому должна? 911, что ли, звонить? Нью-Йорк? Поэтому нет, детка, все правильно сделала. Мне нужно взять за руку, вот так вот взять за руку, показать ей новую жизнь. Посмотри, она должна быть счастлива в этой жизни, я считаю. Бабушке сейчас 75 лет? Да, бабушке 75 лет. Как ее зовут? Любовь. Любовь, да. И она меня не отпускала сюда. Бабушка Люба, вы такую чудную девочку воспитали, дай Бог вам здоровья. Живите, Христа, ради, долго и будьте здоровы. Счастья вам большое. Посмотрите, какое счастье, просто солнышко сидит перед нами. А что не отпускала-то? Ну, она считает, что здесь нереально найти достойного мужчину, и достойный мужчина здесь не водится. Почему? А я решила, что я хочу пойти и сквозь слезы, я все равно пошла, думаю, ну, хочу я, может быть, повезет, кто знает. Знаете, почему бабушка так боялась? Знаете, почему? Она думала, вдруг вас обидит вот тетя Роза там или вот тетя Василиса. Возможно. Потому что она говорит, вот если была одна вот тетя Ларисочка, я бы, говорит, отпустила с легким сердцем. А там такие две акулы. Да, да, да. Конечно, конечно. Любач. Правильно, что пришла. Молодец. Бабушка в качестве приданного, в принципе, уже можно брать. Скажите, если будет мужчина из другого города, если будет из какого-нибудь Крайнего Севера, вы за любовью пойдете? На данный момент я не готова никуда уехать. Потому что, ну, как бы, у меня бабушка 75 лет, ей некому помогать. С ней, как бы, я живу, я помогаю. Вот, все, что могу, для нее делаю. Вот, и никак не могу я ее оставить. То есть, уехать из Подмосковья. А что, и бабушку возьмем? А чего нам? Ну, бабушка старенькая, с давлением, то, как бы, нет, она никак не понадобится. Скажу прямо, аргумент серьезный. Но мы можем жить, как бы, здесь, в Подмосковье или в Москве снимать. Да, Любочка, а еще мой совет хотите? Да, конечно. Очень много женщин уже такого возраста солидного приходят к нам и на вопрос, почему они одиноки, отвечают. Мама болела, а мама болела лет с 23. Вот, потом бабушка болела, прожила 114 лет. Это очень здорово, то, что вы думаете о родственниках. Молодец, что вы заботитесь о бабушке. Но вы не должны пропустить тот момент в заботах, когда вам нужно выйти замуж. Поэтому легкая доля эгоизма вам не помешает. Вы вместе можете жить в Подмосковье. В Подмосковье, может быть, на 200 километров друг от друга. И бабушку в другое место не хочет. Ты же не заставишь ее бросать бабушку, правильно? Я считаю, что вам нужно, пора уже выходить замуж. Вот как-то вам не рано. Жалко мне вас, чтобы вы проболтались еще какое-то количество лет и потом на какого-нибудь афериста наткнулись. Нет, 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 надо спешить замуж. Только давайте определимся, каким он должен быть. Ну, во-первых, он должен быть целеустремленным. Он должен не стоять на месте, а стремиться к чему-то. Вот у него 2000 марок, а он стремится, чтобы у него было 2300. И вот он будет по всей стране колесить в поисках очередной марочки. К чему стремиться он должен? Развиваться в плане карьеры. Чтобы? Чтобы обеспечивать свою семью. А карьера какая? Вот сколько он сейчас получает, а потом... Вы будете понимать, что он вот как раз дошел до того рубежа своей карьеры. Ну, я думаю, что если в планах, допустим, нету детей пока, то 50 тысяч в месяц это приемлемая цена. Ты, Роза, не беспокойся, она же экономист у нас. Она будет пересчитывать день в день, чтобы не потерять, чтобы приумножить. Правда же? Уж денежки-то вы считаете, слава тебе, Господи, умеете. Вот зачем в плане карьеры развиваться, чтобы обеспечивать, что семью? Она же девушка, она мать. Алексей, она не только девушка, а, во-первых, она еще и ангела. А вы готовы выйти замуж? Вот как вы чувствуете? Я да. Да? Я очень хочу замуж, хочу семью. Чтобы что? Сейчас же многие девчонки так подживают с мужчинами. Нет, вначале я готова пожить, узнать человека. А бабушка что скажет? Ну, бабушка считает, что больше года жить нельзя вместе. Год, если не берет замуж, беги. А если вы уже будете на сносях, то куда бежать-то? Ну, грамотные. Поэтому лучше, Любань, лучше сначала все через ЗАГС, да? А то им нравится вот так вот пожить, а вам потом 21, потом 29. Не надо. Найти бы такого, помогите мне в этом. Конечно, поможем. Если вам не помочь, тогда кому, правда? Светлая женщина сразу видно, да? Красивая. У нее глаза, и у нее глаза душа открытые. А чему бабушка научила вас в плане готовки? Ой, на самом деле, готовлю я очень редко, признаюсь. Борщ сварить не смогу. Обычный суп, конечно. Обычный какой? Куриный, что ли? Куриный, да. Курочку бросил, вармишельку добавил, и все. Какие ваши годы? Ну, бровь я могу, солянку могу. Да, в два салета. Ребят, я сегодня, вот похвалюсь, кулинарка, правда. Я вот, ну, не профессионально, но я очень здорово готовлю. Я в 19 лет помыла макароны. Я думала, когда моя мама сказала, и бросила холодную воду, могу перекреститься. Потому что я думала, ну, мама же все моет перед тем, как в кастрюлю бросить. Я поставила воду, помыла макароны. И, да, помните, такие макароны в газетах носили, они такого были размера. И носили их туалетную бумагу через плечо, и макароны такие, то огромные. Поэтому, ну, ничего, мама все время говорила, ой, я за Лариску не беспокоюсь. Вот этого бабского-то, господи, научится, научилась. Вот меня это, супчик, с головы уже не умрет. Главное, чтобы она научилась, научилась разбираться в людях, разбираться в себе, разбираться в ситуации. Вот это главное. Научишь ее многому. У меня много талантов. Да, да, должен появиться. Есть обиды на маму? На маму? Нет. Маму я простила, отпустила, она дала мне жизнь, спасибо ей. Грустно, но нет обиды. Потому что, знаете, как сказал великий Бергман, несчастье матери наследует, к сожалению, дочь. Вот, поэтому мне очень не хотелось бы, чтобы вы повторили судьбу матери. Да? Вы красавица, умница, имеете право на многое. Поэтому сегодня будьте прекрасны, сейчас придут женихи, прямо пытайте их. Не думайте на нас произвести впечатление и задать какой-нибудь заумный вопрос. А играете ли вы в шахматы? Вася? Нет, прямо вот то, что вас на самом деле интересует. Хорошо? Девушка еще молода, ей необходимо пожить, но ей нужен кто-то рядом, определенно. Роза? Вы знаете, Любочка, вы мне нравитесь. Готовность выйти замуж вовремя, похвально. За небесных принцев, ну, это так вы сейчас для красного словца сказали, конечно, хотите, хорошего, обычного парня. Вот мне это радостно. Поэтому выберу для вас обычного, но доброго. Вот доброты была. Который готов переехать сюда жить, он из Гугл-города. Ну, полюбит, переедет, и вы в конце концов за ним поедете. Ну, что значит, обычного? Обычного с улицы, что ли, или как обычного? Она просто у нее обычная, она хочет необычного, или что-то. Не растворяйтесь в мужчине. Это провинциальным девушкам, вот просто я бы всем вдолбливала в голову. Потому что появится какая-нибудь залетная там, знаете, в деревне, и все мужчины к ней хороводом. Потому что она независимая, потому что она яркая, потому что с ней интересно. Поэтому проживайте жизнь молодой девушки. Не спешите пока с детьми, года 3-4 у вас есть такая возможность. Встаньте на ноги, не нудите мужу, вот по поводу продвижения. Мужчины этого не любят, когда ими управляют, их куда-то направляют. Они сами знают как. Похвалите вовремя. Замечания не делайте при людях. Вот так вот, потихонечку, потихонечку, и это на будущее. Хорошо? Ну, понудить-то вы умеете и любите, потому что знак девы, может быть, на лбу, конечно, не написан, но в гороскопе обозначен сразу несколькими способами. Но у вас еще и конфликт между девой и близнецами, что можно перевести в вашем случае как следующее. Чем более пристрастно вы будете к себе и чем более требовательны к себе, тем более безалаберные мужчины вам будут попадаться. И наоборот, вам очень важно соблюсти баланс. То есть не требовать мужчины слишком многого, потому что иначе тогда вы сами расслабитесь и распуститесь. И точно так же нельзя занижать и требования к нему. Что он вам даст, то и вы ему. То есть вы должны равной мерой отдавать в брак и получать равные меры. Это очень сложно. Рада, что вы пришли сюда именно сейчас, потому что в ближайшие полтора года вы точно отыщете свою любовь. И я считаю, что наша программа может быть вот первой такой ступени. У вас возраст 21 год, ключевой с точки зрения обретения любви. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи. Возможно, одна из них изменит ее судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях. Любовь. Встречайте первого жениха. Удачи. Здравствуйте, Любовь. Меня зовут Леонид. Очарована твоей красотой и надеюсь построить для тебя сказку. Взаимно. Я все еще верю в сказки. Это тебе. Золушка оставила 30 туфельку, а я тебе и это. Спасибо. Надеюсь, тебе идет. Добрейший души человек. Здравствуйте, Леонид. С кем вы пришли? Здравствуйте. Это мои друзья Игорь и Анна. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим и узнаем, ваше получилось. Леонид. 26 лет. По образованию финансист. Работает водителем в коммерческой компании. Катается на сноуборде. Мечтает открыть магазин электроники и побывать в древнем городе Инков. Признается, что разбрасывает носки по дому. Невеста Леонида не умела ни готовить, ни убираться. Решил, что белоручка ему не нужна и ушел. Надеется, что любовь умеет вести хозяйство. Знаете, Леонид, не каждому человеку дано ощутить радость труда. Тут рождается созерцателем. Не все люди деятельные, не все трудоголики. И не всем дано такое счастье получать удовольствие от работы. Поэтому ваша девушка была другой. Почему же ее сразу бросать-то из-за этого? Ну, не сразу. Мы долго вместе жили, расходились, сходились. Но я тоже со своей стороны не всегда правильно себя вел. Это я уже потом понял. А что, нудил, делал замечания все время? Ну да, вроде того. А в семье у вас как? В смысле в семье? Мама, папа. Ну, мама с папой давно уже вместе не живут, соответственно. А мама гоняла? Там у порога разувайся. Чего, грязь в дом притащил? Ну, конечно, не всегда, правда, ей это помогало. Все равно не разувался и грязь тащил. Нет, есть семьи, где все более чем демократично. Только куры не ходят, и змеи не ползают. Никто не разувается. Кто, знаешь, не щелкал клювом, тот первый съел. Кто опоздал, тот облизал тарелку. Поэтому, знаете, все очень по-разному. Я хочу знать, как в вашей семье. Если мама нудила все время, там, Лене, сколько раз тебе говорить, не разбрасывай, то это автоматом перешло и вот в ваше могучее тело. Да, так и было. И бабушка тоже строгая у меня. Поэтому, да, ну, наверное, от них и передалось. Хорошо. И сколько, на сколько вас хватило? Ну, где-то примерно года четыре мы вот вместе общались. Ну, мы больше, большее время из этого мы вместе жили. И выясняли отношения? И выясняли отношения, да, каждый день. Кто помоет посуду, кто вынесет мусор. Леонид такой, он похож на богатыря. Богатырь, русский богатырь. Богатырь, как Илья Попович. Илья Мурович. Ему нужно подстать, подбирать девушку такая, которая может и в огонь, и в воду пойти, да? Ну, вот, Любочка, мне кажется, у нас девушка как раз не созерцатель, а деятель. Бабушка научила. Уже хорошо. Ну, хорошо. Потом такой сюрприз. Я не могу глаз оторвать вот такому большому человеку. И такой маленький сюрприз. Чтобы он вас не унижал больше своим размером, разверните его и съешьте. Ну, я его как память хотел оставить, да. Как память, а он же у вас засохнет? Ну, в морозилочку. Хорошо. И прямо на свадьбу скажете, вот какой мне преподнесла Любка Сюр. Вместо каравая, да. Это стандартная порция, которую она вас будет кормить на завтрак, обитая. Мне как раз такая и нужна. А для него надо приготовить не только суп, еще и борщ, и пожарить котлеты. А вы откуда приехали? Я из, почти из Москвы, между Москвой и Москвой живу в поселке Ферсановка, ну, микрорайон Ферсановка, города Химки. И ведь вы приехали специально за такую красавицу-принцессу бороться. Конечно, да. Супер. Вы смотрите, вы финансист, Любани экономист. Будет о чем поговорить. Хоу, будет о чем поговорить. Будет что сложить в кубышку, поговорить-то. А ты считаешь, что все экономисты априори прекрасно получают? Ну, во всяком случае, не тратят бездарно, я так думаю. Это правильно. Какие недостатки в женщинах не приемлете вовсе? Ну, вот как раз то, что если женщина по дому совсем ничего не хочет делать, это, конечно, неприятно. Это не просто неприятно, это неприемлемо. Для брака это невозможно. Скажите, а вот если Любочка на первых порах, кроме супчика, помните, прошло такое про брак, где... Одинокий предоставляет общежитие, где на завтрак яичница в обед, и я скоро буду пудахтать. Помните, да, да. Ну, книжки какие-то купите, Любашки. Помогать будешь мне? Да, конечно, будем вместе борщ варить. А вы-то умеете? Больше варить не умею. Я к нам, поможете? Больше он есть точно любит. И щи тоже еще кислющие. Скажите, родители добрые ваши, мама, папа? Ну, папа весьма далеко живет, поэтому о его доброте, в принципе, можно не рассуждать, а мама добрая и бабушка добрая. Да? Не будут цепляться к Любашке? Нет, они вообще не лезут в отношения. Хорошо, Люсь, смотри, такая ситуация. У Любы бабушка, которая вырастила, ну, надо быть в последней степени неблагодарна, чтобы бросили 75 лет. Вот как, что придумаете? Это с собой заберете или как к Любе? С собой. А у вас есть куда с собой-то? Ну, вот я живу сейчас в доме с мамой и с бабушкой, и будет две бабушки. Прямо, да? Да. Да, потом можете бабушкин дом обменять, правда же? Там все это обмен происходит. И пристроить еще один дом. Бабушкин квартиры, тем более. Тем более. Три квартиры. Три квартиры? Ты хочешь молчить, да. Сиди, беспредельница. Да, поэтому вы в хороне, потому что три квартиры. Я думала, ну, ты так уж прям, конечно, в образе. Ну, вот зачем вот это вот? Я считаю, ценник на самом деле на экран три, пять. Человека красит скромность. А у тебя сколько? Четыре? Хороший вы парень, редкий. Сейчас все какие-то крученные, верченные, нервные. Ясно? Может, сюрприз покажете? Да. Я приготовил стихотворение. Это 106-й сонет Шекспира. В переводе. Интересно, послушаю. Когда читаю в свитке мертвых лет О пламенных устах давно безгласных О красоте слагающий куплет Во славу дам и рыцарей прекрасных Столетиями хранимые черты Глаза, улыбка, волосы и брови Он представляет себя, как будто перед ним стоит Дедушка Мороз И он зарабатывает себе подарок В любой строке к своей прекрасной даме Поэт мечтал тебя предугадать Но всю тебя не мог он передать Впиваясь вдаль влюбленными глазами А нам, кому-то, наконец, близка Где голос взять, чтобы звучал века? От нее, спасибо большое Совет да любовь Проходите, ребят Проходите в свою комнату, вы нас порадовали Ну вроде неплохо, просто даже лучше И шоколадка Очень красивая девушка, приятная Очень красивая, да Карина и Галина Нравится, что он любит чистоплотность Знает, чего хочет, уже имеет опыт Я думаю, что Леонид, наверное, мог бы претендовать Добродушный Хороший парень Карина Мне интересно, в чем он рассеянный То есть вот было заявлено, что рассеянный Помимо разбросанных наскопок 50 раз им говоришь одно и то же А? Не, ну вроде мама держала дома Как бы за порядком следила Ой, это такое, это даже не изъян Это то, с чем вообще можно мириться Не обращать внимания Будете ему писать везде запит на холодильнике Ну ладно, рассеянная Она сама сидит рассеянная Как я не знаю кто Хорошая девушка, прекрати Я не про нее, я про ведущую А, про ведущую Девушка отличная Как ты посмел Все нравится в нем Вот добродушный такой Добрый, хороший Покладистый, вы знаете Или на такого прикрикнуть можно Я думаю, что ему тоже понравится Наверное, мягкий А что такое-то? Надо же как-то это Сориентировать Нормально, ведомый Когда надо, сам возьмет Когда надо, за вами Мне кажется, вы хорошая пара Мне тоже так кажется Мне кажется, вообще идеальная Зрелая мужественность без агрессии Вот такое очень приятное ощущение Когда мужчину точно не обвинишь в женоподобии Но при этом он очень спокойный И в нем нет какого-то излишнего нахрапа и напора Лучшие для вас знаки зодиака С точки зрения брака Это девы, скорпионы и козероги Вот скорпион был у нас один из представителей Этой славной плеяды Я правда сказала бы, что и вы тоже способны понудить Поэтому эта парочка выйдет еще ого-го А он все-таки, как не был недоволен своей девушкой Четыре года терпел При том, что совсем безрукая была особо по хозяйству Поэтому и терпения там тоже достаточно Рекомендую Ну вот, и тем более по гороскопу подхожу Вообще замечательно Славный плеядок Ты же сказал, что не веришь на гороскоп Когда надо, я верю Давай поженимся теперь вашим мобильным Наберитесь на 736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время И не пропустите новое знакомство через несколько минут Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Любовь» Встречайте второго жениха Добрый вечер Меня зовут Алексей Как зовут вас? Любовь Да Очень приятно Вы отлично выглядите Обворожительно Этот букет вам Спасибо большое Рад нашему знакомству Я тоже хочу оставить небольшой след Это вам Спасибо большое Спасибо, проходите Давай сейчас посмотрим самое главное Кто тебе будет проигрывать Здравствуйте, Алексей, с кем вы пришли? Это мой друг Владимир Очень приятно Давай сна вас посмотрим Алексей, 29 лет Заместитель генерального директора в коммерческой компании Имеет три высших образования Занимается латиноамериканскими танцами, джаз-модерном и хип-хопом Прыгает с парашютом Прыгает с парашютом, увлекается каратэ Предупреждает, что он очень требователен и пунктуален Алексей был влюблен в свою избранницу с 14 лет Дождался, пока она разведется с мужем И даже стал воспитывать ее ребенка Но узнав об измене, разорвал отношения Надеется, что любовь оправдает его надежды Алексей Вы и вы, Любочка, увлекаетесь хип-хопом Да, да, да Я сразу подниму Ребят, просто для меня, для настроения, пожалуйста Ну, я понимаю, что в короне и в длинном платье это сделать сложно Ну, пожалуйста, пару-па Представьте себе, что в короне и свадьбе Уже невеста не в белом Но запал еще остался Ну, вот я предлагаю синхронно просто сделать И вперед Ну, я, 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 с вами Спасибо Умница, но мало Смотрите, как у нее глаз сразу загорелся А бедрами видела, как была? Видела, еще бы Слушай, я с ней готов увлекаться чем угодно В принципе, да Хоть хип-хопом, хоть латиноамериканским Хоть латиноамериканским хип-хопом Ну как, есть талант? Конечно, ну что Возьмите в свою команду? Легко Ой, здорово Вот видите, уже что такое общенькое, да, нащупываем? Да, да Я с вами согласен абсолютно Сколько же вам было лет, когда вы влюбились? И как долго ждали, со скольки лет, что ваше возлюбление разведется? Мое сердце было разбито буквально в 14 лет Есть сколько было? На тот момент 20 Нет, я понимаю, когда девчонки влюбляются во взрослых парней, но чтобы наоборот, как мне нравится эта история Мне кажется, его наклонность, она не подходит к его наклонности Вообще, да, ей, вот, мне кажется, Лариса ему очень подходит И потом она вышла замуж Она на тот момент уже была замужем, да, и мы встретились вновь через 6-7 лет Но тогда она уже была в разводе И вы все эти годы ей не изменяли, и вот этот образ в сердце своем носили? Ну что вы, я еще был совсем подросток, учился жизни и... То есть у вас были какие-то, да, с кем-то отношения? Ну, само собой Ну, представляю всегда ее, что когда-то... Да, идеализировал, можно так сказать А, бальдеть! Ой, бы меня кто-нибудь так любил И вот она потом развелась, уже в зрелом возрасте И мы встретились, да Не было разочарования, что она поплыла, все-таки ребенок родился Нет, абсолютно Или она стала еще прекрасней? Она была прекрасной Это не любовь, это увлечение, будем так сказать Да Человек в этом возрасте не понимает, что такое любовь-то Вот она уже с дитем Да Выглядела так же на 18 И говорит, да Ну, потому что любовь слепа Конечно В то время это очевидно Вы просто зашлись или сделали ей предложение? Нет, предложение не дело, мы жили вместе Ребенок к вам хорошо относился? Я его обожал, я его любил, как своего? И как долго все это продолжалось? Полтора года Не были разочарованы за это время? Нет? Нет, жили душа в душу, но в определенный момент, когда вот уже прошел определенный период времени Придя с работы домой, выйдя на балкон, глядя на своих сверстников, друзей, о том, как они веселятся, проводят время, развлекаются Я все-таки призадумался и решил, что вот в мои 20 лет это немножко Немножко-множко Немножко не мое, и немножко-множко, да, вы правы Я первоначально представил, наверное, что необходимо что-то уменять Дальше пошли какие-то флирты с моей стороны Там переписки с девушками Она это обнаружила, пресекла, конечно Но Ребенок, потому что Вы еще в войнушку должны были играть или сидеть там у компьютера То есть получается, когда он решит, что пора что-то менять, вам так беспалевно, у него начнутся флирты какие-то Мы продолжили наши отношения, но потом она ответила мне тем же самым Да не тем же самым, вы просто переписка-то, она же вообще загуляла с вашей машиной Да, действительно, обнаружил, что нет машины, нет ее, не было ее определенный период времени Вернулась, ничего не объясняя абсолютно Я понял, что здесь что-то не так, да Ну, выдал ее телефон на самом деле СМС-ки их было большое количество Ну, для вас уже это не имело никакого значения То, что вы для себя решили, вы ее разлюбили Наконец-то жить вы с ней не хотели Она вам в пику от отчаяния Либо изменила, либо пыталась изменить Либо, может быть, с подружкой напилась Чтобы вам боль свою заглушала А что СМС-ки-то было написано? Для меня это был повод А что у СМС-ки-то было? Теплые слова от молодого человека Какая предприимчивая Нашла дурачка Зато водить умеет Алексей, скажите, три высших образования Во-первых, какие у вас образования? По первому образованию я инженер Это автоматизированные системы Второе образование это финансовый менеджмент И третье, бизнес-образование скорее для управления именно вашей компании А что же вы тогда, квартира у вас? Нет, машина-то есть? Машина есть 29 лет, откуда у кого в 29 лет квартира, если мама не купит с папой? Ну так не тратя одно образование получает Ну ничего, Василис, скажи, пожалуйста Вот у Алексея такая интересная форма ушей Это что-то значит? А это как раз ответ на вопрос розы Почему три образования и зачем они? Вообще это редко встречается, когда Я прошу прощения за эти анатомические подробности Когда линия роста бровей ниже, чем верхний край уха Чем выше уха, тем умнее человек У вас очень редкое соотношение И это, в общем, делает честь вашему интеллекту И это объясняет Ничего Что ты говоришь? Чем ниже ухо, тем человек... Чем выше ухо, тем более он интеллектуален Что ты говоришь? Да Надо же Спасибо за сей факт А посмотри, у Любани тоже с этим все в порядке Да? Покажешься сюрприз? Легко Подними глаза В рождественское небо Загадай все то О чем мечтаешь ты А ты посмотри, как профессионально двигается Ну, парень-то вообще не очень оригинальный Я люблю тебя до слез Каждый вздох, как в первый раз Вместо лжи красивых фраз Это облако из рост Лепестками белых роз Наши ложи застилю Это все Без ума люблю Спасибо Спасибо, парни, спасибо, Леша Проходите в свою комнату Ну что, девочки, скажете? Очень разносторонний молодой человек И поет, и танцует, и три образования И есть опыт негативный или какой-то, опять-таки, семейной жизни Знает, что такое дети Мне понравился Что вы скажете? Я считаю, он готов уже к семейной жизни Полностью созрел И уже хочет и семью И невесту нашу, как бы, чтобы встречаться с ней И уже не то, что вот игрушки Я имею в виду, серьезно уже Серьезно настроен И, конечно, подкупил пение Вообще роскошно Да, поет шикарно То, что много всяких увлечений Тоже классно Про хип-хоп вообще супер Станцуемся И станцевали И на самом деле экономисты Поговорили о торговших вещах Она смотрела все время Не отрывала глаз Ой, не верю я Алексею Что пришел вот прямо к нашей Любочке Ну нет, может быть, он шел К ней А потом рассмотрел Очень амбициозный И не просто три образования Уж извините, Любочка Простоватого для него Мне кажется, он стартует Ну или, по крайней мере, себе Планочку намерил повыше Смотри, какой у меня подарок Мне очень нравится Интересно, что там внутри Там большая любовь На всю жизнь Его тип женщины Можно назвать советским словом Активистка Ему нужна увлеченная Энергичная Может быть, спортивная Любящая привлекать к себе внимание А ты видел, как Любани Там хип-хоп-то зажигала Да, зажигали Но вы не искусственно Привлекаете к себе внимание Вы, как нормальная дева Спокойны И в своей красоте Даже вот в своей внешней привлекательности Вы уверены в себе и спокойны А ему нужна женщина Которая чуть-чуть бежит впереди паровоз И чуть-чуть более активно себя подает, что ли Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство Которое может стать судьбоносным Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Любочка Встречайте Третьего жениха Удачи Привет Ты очень красивая Спасибо Когда я увидел твою фотографию Мне сразу захотелось окружить тебя заботой и лаской Очень приятно Прими, пожалуйста, это скромный подарок Спасибо, Любовь Спасибо, Любовь Слушай, он похож на Вильфа На Леголаса На Леголаса Точно, да Слушай, а это она ему кольцо отдала, короче Чтобы он его отнес Поэтому Фродо отдал Здравствуйте, Макс С кем вы приехали Я приехал со своим другом Сергеем и отцом Василием На вас посмотрим Макс, 23 года Гитарист, автор и исполнитель собственных песен Разработал собственную систему преподавания английского языка детям Изучает историю славян Мечтает о многодетной семье Предупреждает, что не ест говядину И во сне разговаривает по-английски Макс посвящал своей возлюбленной все свои песни Но, несмотря на это, она ушла от него к другому другу Надеется, что в борьбе за сердце любови Ему повезет больше Вам 23 года Вот если вы сойдетесь На шампуни будете экономить Один шампун Освестляющий Нравится? Папа не нудил, не говорил, что ты за мужик Что за длинные волосы? Нет, у папы, когда он был сам по молодости Он играл в рок-группе И у него были свои длинные волосы Правда? Вы играли в рок-группе? Да, но когда он женился, у него они исчезли Да, поэтому нужно на правильной девушке жениться Стало батя не по волосам, а за раз 270 штук Понимаете? Поэтому такая жена попалась Слушай, ну какой гитарист Батя клевый вообще Батя классный Вы не про батю Я говорю, этот, ну каким боком он к ней подходит В смысле, она к нему Когда узнали, что ваша девушка со своим товарищем не просто друзья? Ну, она просто рассказывала, что у нее есть хороший друг Вот, она этого не скрывала И я ничего об этом не подозревал Но, как оказалось, в один прекрасный момент После того, как я уже приехал жить в Москву Я по контактам увидел свадебные фотографии И, то есть, это уже говорило о том, что она уже вышла замуж А я все старался как-то продолжить отношения Ну, перепиской Все-таки хотел с нее видеться побольше Созванивался Ну, к сожалению, так Любовь, смотри, какая ты кисловатая Ну, ему просто пообщаться, познакомиться И разойтись Все Это все его желания на самом деле Макс, а вообще зачем жениться? Скажите, вот я, например, считаю, что это просто катастрофически рано в 23 года Ну, мне нужна девушка для поддержания творчества, вдохновения Я не хочу так, чтобы гастрольная жизнь И, то есть Не хотите болтаться, просто так прожигать свою Я не хочу, да, прожигать свою энергию на каждую девушку Хочу, чтобы, ну, как бы, одна То есть, вы считаете, что секс, наркотики и рок-н-ролл – это отстой? Ну, я бы сказал Я бы сказал, что секс, спорт и рок-н-ролл – это класс Согласна Ребят, пообщайтесь друг с другом Хорошо Вы молодые Интересно, что вас интересует? Не знаю, вот, например, меня категорически не устроит такая длина волос Определенно Почему? Почему? Я считаю, что мужчина должен быть мужчиной, а не подражать женщинам Он мужика Да, я понимаю Изначально мужчина, в древности все мужчины носили длинные волосы Посмотрите на викингов Викинги, славяне – это изначально как бы… Ну, еще, знаете, я скажу, что космос… Просто это будет не проблема, если я могу их сделать так, завязать в косичку, это будет уже совсем другой вид Вы знаете, даже если не подводить под эту теоретическую базу, есть гигантское количество женщин, которые при виде мужчин с длинными волосами теряют волю Поэтому я считаю, что вы прекрасны Здорово, спасибо Я играю очень тихо Веселый молодой человек, на самом деле ушей не видно, умный он или не умный, выше они у него бровей Но он зато талантливый, видно, понимаешь Любаш, ну что, мне за вас сейчас нужно прямо из вас с ключами вытаскивать? Не разочаровывайте Сидит перед вами молодой человек, вы что, на нем крест поставили? Так нельзя судить о людях? Не задала ни одного вопроса, ничего о нем не узнала Ну я же не ее типаж, что ты, наоборот, это вот не ее типаж, ну ничего о вове Если не нравятся длинные волосы, то тут просто... Любаш, ну не нравится Ну не нравится, да Что, прямо из львов глади, совсем никак? Совсем не мой типаж Да? Ой, тогда порадуйте нас Простите, я думаю, что у вас будет много других девушек Хорошо Волосы у него прекрасные, просто женские А так все приемы, волосы красивые Волосы у него прекрасные Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Макс Спасибо вам Проходите в свою комнату Что скажете, девочки? Макс человек творческий Я думаю, что ему рано заводить семью Боюсь, что дети, семья, они будут отрывать его от творчества Ему нужно строить карьеру в этом плане А если распадется семья, будет обидно просто Рано Я Любу очень чувствую, как бы, и понимаю, почему она так отреагировала Потому что я сама дева, и у нас пять часов разницы в рождении В общем, очень такая взаимосвязь есть И, ну, абсолютно разные интересы То есть рок, я не знаю, вот это все Вот такая жизнь, это не ее Ну да, тут я ищу девушку, которая полюбит мою музыку, мое творчество Роза Мне Макс понравился В конце концов, музыкант, что, не Люч, что ли? Он, правильно, мне вот понравилось, как он сказал Говорит, надоело мне вот по девчонкам Хочу, чтобы жена рядом была Хочу, здорово Макс, ну ты там только ей не понравился Ну, всему залу ты понравился Василиса, что звезды? Ну, к счастью, он вам не понравился К счастью, потому что его образ девушки тоже диаметрально противоположен вам Вы дева множественная, концентрированный знак девы, я бы сказала А его Венера в рыбах, ему нравятся Девушки совершенно не такие, как вы Да, тонкие, нежные, наверное, во внешнем облике сходство какое-то есть Но очень мягкие, не такие замороженные Очень ласковые, душевные, очень открытые и искренние в своей открытости Вы более осторожные, вы более рассудочные Вы боитесь, у вас за спиной все время бабушка Голос этой бабушки сегодня каждую минуту программы был слышен Несмотря на то, что ее нет здесь в студии Поэтому, да, и вы не подходите ему, тоже не о чем говорить Если она придет, что ты будешь делать? Если она придет, куда? Ко мне домой? Ну, сюда, войдет Я не знаю Ну что, улыбаться Девочки, я надеюсь, вы были внимательны к женихам И точно знаете, кто нужен Любочке Очень сложно сделать выбор Но я бы советовала Любови Леонида Мне кажется, он такой уютный, папка будет и муж То есть, моя симпатия к Леониду Кариночка Я за второго жениха, потому что и хип-хоп, общий интерес И будет о чем поговорить Люба хотела создавать уже семью И чтобы человек... Кутинь, поверьте мне, если они женятся Ни разу они на пару Ну, может, пьяные на свадьбе станцуют хип-хоп Это будет их первый и последний раз Вам нужно поближе пообщаться Я бы продолжил общение Я тоже, конечно, за Леонида Поверьте мне Алексей, да, но Алексей немножко другую жизнь проживает Понимаете? Ему немножко для другого нужны образование И он, видите, какой весь сам Слишком субтильный для вас Вы девушка простая, земная Вам выживать нужно Ну как тебе, собственно, девушка-то понравилась? Да, красивая Она еще вживую красивее намного, чем на картинке Ну, если зайдет, то выйдешь? Ну, конечно, выйдешь Выберешь ее А мне бабушка говорила Замуж выйти, как по рынку сходить Пока ходишь, строго начупывая над кузов и торгуйся А вот как купила, какой глаз к тебе повыторащивается Бабушка тоже тырила афоризм Я смотрю, только у классиков, да? Да, умная была бабушка Поэтому, значит, чтобы у вас глазки-то не повыторащивались Леонид, конечно А то с остальными-то... О-о-о-о-о И опять-таки И опять-таки все в нашу пользу Конечно, Леонид Потому что это тот человек, который и соотносится с вами И способен определенным образом вашу жизнь организовать Ну, сейчас принято говорить, выстроить женщину Это немножко обидно и звучит рисковато Но на самом деле именно так оно и есть Мне кажется, что он возьмет вас в правильные рамки, в правильные руки Леонид Вот чтобы так, практически единогласно Ну, я вас не беру, Каринечка, в расчет Вы еще ничего вообще не понимаете в жизни Мне кажется, стоит прислушаться Но вообще слушайте себя Мы вас поддержим Проходите Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4151 Мария, 25 лет, номер 2770 Кассир в супермаркете Ведет активный образ жизни Играет на гитаре и поет Мечтает построить деревянный дом Гордится своим жизнелюбием Познакомится с кореглазым брюнетом Способным разделить ее любовь к жизни и увлечениям Оксана, 30 лет, номер 2771 Стюардесса Любит путешествовать и занимается альпинизмом Мечтает достроить дом и купить квартиру Признается, что слишком доверчива Познакомится с высоким смуглым шатеном с карими глазами Мы не знаем, выйдет любовь одна Или с избранником Я приглашаю всех выйти, чтобы ее поддержать Алексей, я хотела сказать, что Ты очень хороший человек Ты мне очень понравился Но, если честно Твой друг мне понравился больше Подойдите, подойдите, Алеш Я перемигивала с ним всю программу Он улыбался Я увидела сразу, что я ему предложила Леша Я что-то не поняла Я сам в шоке на самом деле Ну, это выбор любви Что ж поделаешь То есть вы прям подошли к нему, да? Да, это чудо произошло А если бы у вас была барышня? Ну, какая разница? Идите отсюда Идите к себе Что значит, какая разница? Я не женат, свободный человек Уходите, уходите У меня нет сейчас девушки Я свободна А вы даже не задали вопрос Свободен ли он Хотите с ним познакомиться Отправляйте СМС-смэн-герой на номер 4151 А я, Лариса Гузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожениться АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, я пойду АПЛОДИСМЕНТЫ Старики АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»